Мы с вами имеем эту возможность собраться вместе и возблагодарить нашего Господа. Новый день, и есть за что благодарить Бога, потому что мы все живы. И Господь нас создал для того, чтобы мы могли быть для Его славы. Слава нашему Господу за это чудное намерение Божие лично к нам, к людям. И мы будем прочитывать места Священного Писания, как вы слышали, может быть, немножко в этой теме, за детей. Мы прочитаем место Писания, 18 глава Матвея, с 5 стиха по 7 и потом 10 стих. И кто примет одного такого дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнить одного из малых этих, верующих Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазна, ибо надо бы прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И 10 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Когда мы обращаемся к Слову Божьему, мы уже это знаем, то цель везде направленная, любая книга в Писании, в Библии, напоминает нам о том, и ведет нас к тому, чтобы мы познали Бога, чтобы мы покаялись, принялись в спасение Божие. Эта цель заложена во всем Писании – спасение душ человеческих. Слава нашему Господу за это. И многие из нас, которые прилагают старания, рассуждают, мыслят о Слове Божьем, находят в Слове Божьем вопросы, ответы на все вопросы жизни. Если мы только стараемся рассуждать, задействовать свой разум и, призывая имя Божье, мы получаем вразумление и помогает нам Слово Божье разрешать все жизненные вопросы. Слава нашему Господу за это учение Иисуса Христа, который принес для нас, живущих на земле. Какое прекрасное Слово обещал нам Господь в этом Слове, что все, что вы имеете, какие-либо проблемы вы можете найти в этом Писании. Только при познании, при той вере, что есть живой Бог, и мы, обращаясь к живому Богу в молитве, и Дух Святой помогает нам через Слово Его разрешать все жизненные вопросы. Слава нашему Господу! Это откровение дает нам Бог, обещал нам это откровение. И мы, прочитывая это местописание, мы понимаем, что, как здесь написано, «Кто примет одного такого дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Есть то, что два таких понятия. Есть физические дети, есть то, что только уверовавшие дети в духовном смысле только стали на этот прямой путь. И поэтому, Слово Божие, мы можем рассматривать в констекте и так, и в другом смысле. Потому что Господь учит нас, чтобы мы хранили себя. И от этих, которые придут соблазны, нужно понимать, что нужно, ну, оберегать, чтобы не сделать, не стать такими людьми, которые приносят соблазны лично для детей и лично для тех, которые только вступили на путь веры, только приняли Христа и идут прямым путем. И соблазн приводит к тому, что человека отвращают от этого пути и приводят его к неверию, к греховной жизни. Так могут поступать и люди, взрослые, родители, которые ведут неправильный образ жизни. Они приносят вред своим личным детям. Как много в мире мы сталкиваемся свидетельствами с теми, что люди ведут развратную жизнь. И многие из этих семей, детей ведут тоже такой образ жизни и погибают и родители, и дети. Отчасти также можно смотреть на ту сторону верующих в церквях, как поступают родители, как ведут себя, как относятся ко всему этому. И мы понимаем, что мы должны воспитывать детей своих. Их понимаем в том, что мы должны прилагать усилия. И не ради только своих именно детей, не ради детей, чтобы из них сделать хороших, воспитанных. Но есть другая сторона, которая касается веры родительской, что ради Иисуса Христа мы эту работу выполняем. Ради Господа, как мы приняли Иисуса Христа, то ради Господа и наших детей мы употребляем к тому, чтобы провести их к Господу. И трудимся как для Господа. И это будет великая награда в конечном итоге. Я хотел бы привести такое сравнение, потому что когда мы начинаем какие-то вещи сравнивать, например, жизнь христианская, жизнь неверующих людей, как мы видим, как получается, в сравнении лучшее понимание приходит к нам. Если мы сравним земные богатства, золото, серебро, драгоценности, и начнем проводить линию сравнения в отношении детей, то мы можем провести несколько таких сравнений, которые говорят нам о ценности, о правильности понимания этих вопросов. Если мы говорим о золоте и серебре, то мы понимаем, и все другие драгоценности, это вещи неодушевленные, они не имеют жизни в себе. А если мы сравниваем с детьми, а дети – это живые образы живого Бога. Слава нашему Господу! Высота. Когда мы сравниваем, мы понимаем ценность того, что мы с вами имеем. Если мы сравним опять-таки с золотой и серебром, мы понимаем, что это все, которые мы видим, неодушевленные, золото, серебро, созданы Словом Божиим. Ну, а дети, мы понимаем, созданы перстом Божиим. Бог сам руками своими участвовал в создании детей, в создании человека. Слава нашему Господу! Это большая ценность в глазах Божьих. И если мы также берем это опять золото и серебро, и эти, как мы в жизни встречаем, что надежда на них, нету такой надежды, они ненадежные, эти вещи. А дети – это бессмертное наследие родителей. И когда даже и дети и умирают, бывают случаи, то их жительство переходит на небеса, то они остаются вечным наследием. Слава нашему Господу! Такая ценность также можно отметить. Если мы, опять-таки, сравниваем с драгоценностями, это они добываются, ну, люди добывают, их очищают, работают над ними, какие-то вещи блестящие, золотые становятся, прекрасными любят, но мы понимаем, что они созданы из праха. Оно не наследует вечности. А дети, которых мы имеем, они являются самой нашей сущностью. То есть мы отображаемся в наших детях. И это тоже несет с собой особый определенный смысл и понятие отношения к нашим детям. Если ценности, которые человек имеет, золото, серебро, драгоценности, другие, они, ну, переходят, рук в руки, рук в руки переходят, и они так движутся, оно как бы для общего пользования, а дети – это родительское достояние. Они всегда наши. Чей это сын? Чья это дочь? Говорится, тех родителей или тех. И эта принадлежность постоянная, достоянием является человеком. Слава нашему Господу, что Бог определил такие отношения и такие условия. то, что мы порой имеем в руках, как деньги, драгоценности, золото, и этим веществам, этим земным веществам Бог не давал обещания, чтобы ангелы будут их оберегать. Но в отношении детей проявляется забота о детях всегда вверяется ангельскому попечению. Мы прочитывали 10 стих то, что ангелы заботятся о детях, попечении, о тех вещах, которые мы порой ценим, порой определяемся. Даже этими ценностями пользуется дьявол, хочет этими ценностями, как в цепи поймать человеческие души, чтобы погубить, чтобы они пошли греховным путем, таким, как алчность, как гордость, надменность. И это все-таки приводит к греховному состоянию. А Бог обещал о том, что любящим, Бог говорит, что ополчается вокруг боящихся Его. Слава нашему Господу! Не только к детям Бог посылает ангелов своих, но и всех, которые боятся. И мы имеем эту надежду, что у нас есть ангел, который вразумляет, который помогает, поддерживает. Порой его не видно, порой мы не замечаем, но порой мы наблюдали в тяжелом, темном месте, что-то неразрешимое. Вдруг проявляется какой-то свет, появляется мысль правильная. А это Божья благодать, Божья сила дает нам. Это не наш разум достиг, Бог открыл. И это свидетельствует о том, что Бог живой. Он работает со всеми людьми и наблюдает за нашими детьми. Как мы наблюдаем, хотя Бог словом Своим создал эти все драгоценности, но оно не вызывает любовь Бога к этим вещам. Мы понимаем, что к детям Бог открывает Свою любовь постоянно. Слава нашему Господу. Бог любит детей, как физических детей, так и тех, которые стали на путь служения Богу. Бог любит и называет дети мои. Слава нашему Господу. Любовь Божья открыта для нас. Слава нашему Господу. Мы можем также наблюдать, что жизнь человека не зависит от изобилия. Порой то, что когда человек находится в большом изобилии, но нету благословения, то пища не идет, вода не пьется, как нормально. А когда мы имеем детей, когда мы наблюдаем, что с детьми приходит и Божье благословение, то обещание Бога, что ради детей, ради, посмотрите на птиц небесных, Он заботится, Он посылает. И есть такие люди, веруя, принимая это, говорят о том, что ради детей мы имеем на столе необходимую пищу и благословение, потому что Бог заботится о детях. Он когда-то сказал и нам, что я пропитаю ваших детей. Слава нашему Господу. И работу получил ради детей и получил достаточно средств, то, чтобы обеспечить необходимыми, не сверх, но необходимыми вещами дети не голодны, одеты, обуты. Слава нашему Господу. И я хочу прочитывать это место опять-таки, чтобы мы могли принять понимание в широком смысле заботу о наших детях, чтобы мы трудились для них не так, как наши, для наших детей, но как для Господа, чтобы вдвойне, как наши дети, мы заботимся, вложена в нас любовь, забота о детях, но выше духовно смотреть, что эти дети принадлежат Господу. И мне нравится это выражение. Когда дети рождаются, мы всегда говорим о том, что это дети принадлежат тебе. Ты умудри нас, ты дай нам правильное мышление, потому что мы иногда делаем по-человечески и делаем ошибки, но Бог устраивает, когда мы надеемся на Бога, понимаем, что Бог заботится о наших детях больше, чем мы, когда мы даем этот ход веры, тому, что Бог устраивает. Бог, как православные некоторые говорили, говорили о том, что моей маме, Лениной маме, когда она была молодая, ей говорили о том, что когда выйдешь замуж, не беспокойся, Бог даст душу, Бог даст и долю. Поэтому забота Божья, конкретно, когда мы верой принимаем, она устраивает семейную жизнь. Не то, что я получил такую работу, не то, что я заработал эти деньги, а Бог, заботясь о детях, устраивает все. Слава нашему Господу. Поэтому я хотел бы прочитать, и мы помолимся Господу. Смотрите, не презирайте. Есть два слова русских. Презирайте, это через Е, и презирайте, это через И. Презирайте, это значит не оказывать внимания, не оказывать заботу, не оказывать тех добрых дел к этим детям. Если это слово говорит, не презирайте ни одного из малых всех, так же и наших ближних, чтобы мы заботились о детях, как мы сами о себе. Мы встречаемся, правда, отрицательные случаи, когда мужья говорят такие слова, ты народила, ты воспитывай. Это совсем не подходит к этому. Когда мы приехали в Сан-Франциск, я почему-то подходил к тому, что не стеснялся, что у меня так много детей. И когда мы приехали, получили в РЕН-квартиру, машины не было, на 23 улице жили, и нужно было идти на 17 улицу в церковь, то была у нас такая колясочка на два места, один лицом к другому, и выезжали на патреру, и шли, автобусы ехали, люди ехали, выглядывали с окон. Лена их по-нашему, по-русскому заплетала, бантики такие, у дичата было, вот у Светы тоже бантики, у Марины, у Юли, и шли, то люди выглядывали, с автобуса там ходят, выглядывали, вылазили в окна, махали руками. И это отношение, я думаю, что правильно, когда мы не стесняемся своих детей, когда мы проявляем заботу, проявляем внимание, потому что мы должны верить, что Бог стоит за нашими детьми. Он ради детей дает нам насущный хлеб, слава нашему Господу. Поэтому мы пройдем к Господу, поклонимся Ему, и чтобы мы с этого местописания все те сравнения, которые мы могли провести в жизни, понимали больше, шире, чтобы наши семьи были устроены, чтобы вера в Господа правильно принималась нами, чтобы мы еще такое выражение сбалансировано, чтобы мы вели себя в своих семьях, и также среди народа Божьего в Церкви, чтобы сбалансировано, когда на машине не сбалансировано колесо, то оно постепенно стучит больше, больше, и выскакивает подшипники, разваливается колесо, и больше тогда трудностей отремонтировать, когда мы наблюдаем, да, поможет нам Господь, чтобы мы имели этот здравый рассудок, здравое понимание учения нашего Господа и Иисуса Христа, чтобы это все было сбалансировано, потому что одностороннее брать тоже опасно, но дай Бог нам, чтобы мы имели это разумение, это понимание, правильно относиться к Богу, правильно относиться к детям, и работать на этой ниве, как для Господа, Он ободряет нас, и матерей ободряет, и отцов ободряет, не стесняемся, идем к Господу, и Господь, заботясь о детях наших, устраивает семьи наши, слава нашему Господу, мы помолимся Господу, поблагодарим Его за все нашего Господа, аминь. Игорь Негода,